Музыка Наша муниципальная система образования сегодня это 15 образовательных организаций, 6 школ, 7 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования. Общее количество детей, которые сели за школьные парты в этом году, составляет 2678 учащихся, в том числе порядка 240 первоклассников, и дошкольные учреждения наши посещают 1043 воспитанника. Конечно, задача муниципалитета в первую очередь это создать комфортные условия в наших образовательных учреждениях, антитеррористическую защищенность, безопасность и комфорт. Конечно, не секрет, что большинство зданий наших образовательных организаций уже работают и служат до более 50 лет. Поэтому модернизация и ремонт этих учреждений крайне необходима. Это работа, конечно, не одного дня, это работа и согласованная и администрация, и руководители образовательных учреждений. Ежегодно в наших учреждениях проходят ремонты. В этом году на организацию комфортной среды в наших учреждениях выделено было денежных средств. Порядка 19 миллионов рублей из различных бюджетов, из федерального, областного и муниципального бюджетов. В этом году были отремонтированы все учреждения, но такие большие работы были проведены. В детском саду 117 – это утепление фасада этого дошкольного учреждения, потому что в течение прошлого года зимы температурный режим в данном учреждении не соответствовал нормам. Надеемся, что в этом году этой проблемы у нас уже не будет. Также полностью заменена система отопления в учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества». И в настоящее время сейчас идет строительство модульной котельной у школы номер 5. Конечно, мы являемся всегда активными участниками реализации национального проекта образования. В различных региональных проектах мы принимаем активное участие, и этот год не стал исключением. В региональном проекте «Современная школа», которая предполагает совершенствование материально-технического оснащения учреждений. Мы уже участвуем третий год, и в нашем городе сегодня уже работают три центра «Точка роста». Это, естественно, научного цикла, гуманитарного. Данные центры открыты на базе школы номер 2, 9 и 37. Кроме этого, в прошлый год мы участвовали в проекте «Цифровообразовательная среда». И на базе школы номер 13 открыт Центр цифрового образования «Айти Кубы». Хочется отметить, что для данного учреждения из муниципального бюджета было затрачено более 6 миллионов рублей только на подготовку помещений, на ремонт помещений для открытия данного центра. И около 11 миллионов поступило оборудование. Этот центр работает и в этом году очень активно. Те программы, которые реализует данный центр в рамках «Айти Технологии», они востребованы нашими учащимися школ города. Программы дополнительного образования, именно «Айти» направления, они у нас зарегистрированы в навигаторе дополнительного образования. Все желающие родители и дети это могут видеть в открытом доступе и регистрироваться на данные курсы. Кроме этого, мы уже третий год являемся также активными участниками регионального проекта «Успех каждого ребенка». И в этом году у нас в наших школах города еще два спортивных новых зала появились. Ремонты прошли в этом году в школе номер один и в школе номер тринадцать. Общая стоимость средств, которые были использованы, порядка трех миллионов рублей, где составляющая муниципального бюджета – это четыреста восемьдесят тысяч. Хочется отметить, что в этом году у нас уже все шесть школ имеют новые спортивные залы, оборудованные, комфортные и безопасные. Конечно, средства муниципального бюджета были затрачены порядка полутора миллионов рублей, а федеральный и областной – порядка десяти миллионов рублей. Конечно, спорту уделяться в нашем городе и муниципальной системе образования достаточно большое внимание. Хочется отметить, что мы не только участвуем в проектах, но еще и в конкурсах спортивных. Отрадно, что в прошлый год у нас тринадцатая школа ученики, школа номер тринадцать, одержали победу в соревнованиях к большому футболу. И наградой было строительство нового футбольного поля на территории тринадцатой школы от компании «Новотек». Данная площадка востребована не только детьми, но и взрослым населением. Мы готовы принимать всех желающих, кто любит спорт, кто любит заниматься физической культурой на наших спортивных объектах, в наших образовательных учреждениях. Конечно, у нас продолжаются работы в этом направлении. И буквально в настоящее время уже начались работы на территории школы номер два по подготовке основания для умной спортивной площадки. Для нашего города это новое направление. И мы надеемся, что да, эта спортивная площадка будет умной, потому что здесь предусмотрено несколько площадок. Это и футбольное поле, и баскетбольная площадка, и волейбольная площадка. И поставка оборудования будет запланирована в 2023 году. Вот только для подготовки данной площадки выделены денежные средства в размере 10 миллионов рублей. И, конечно, сейчас уже проектно-сметная документация готова, работы выполняются. И мы надеемся, что все, что задумано, у нас обязательно исполнится. И возможность как у наших воспитанников, так и у населения города боя будет уникальная возможность заниматься на этой умной площадке. Как мы предполагаем, что вход туда будет еще и по QR-кодам. Вот. Но в будущем закрытая площадка, да, конечно же, под охраной. Вот. И мы думаем, что это новое направление, потому что в Костромской области вот это, наверное, вот впервые такая умная площадка будет. И приятно, что она будет реализована в нашем городе. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши образовательные организации, наши здания, наших учреждений были в хорошем состоянии. Поэтому мы сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию для того, чтобы войти в федеральную программу капитального ремонта школ. Проектно-сметная документация сейчас разрабатывается для школы номер 2 и школы 13, где капитальный ремонт этих учреждений запланирован в 2024-2025 годах. Но для этого, конечно, надо попасть в федеральную программу. Для того, чтобы это случилось, мы делаем все возможно, конечно, совместно с главой города Игорем Александровичем Ральниковым. Поэтому заинтересованность у нас большая, потому что здания уже, их возраст более 50 лет. Но для того, чтобы участвовать, конечно, в различных федеральных и региональных проектах и программах, нам необходима еще и база, инновационная деятельность в наших учреждениях. Хочется отметить, что мы ежегодно участвуем в различных инновационных проектах и создаем и реализуем различные инновационные площадки. В прошлый учебный год у нас было реализовано 10 инновационных площадок, где основное направление деятельности – это было внедрение программ воспитания, внедрение в образовательный процесс цифровой образовательной среды и формирование функциональной грамотности у учащихся. Предпосылки для этого есть. Я думаю, что мы будем продолжать работать в данном направлении и создавать новые инновационные площадки, потому что опыт работы учреждений нашего города, он востребован, и мы свой опыт демонстрируем как на региональном уровне, так и на федеральном. Конечно, мы создаем для детей условия комфортные, и главная задача муниципальной системы образования – это повышение качества образования. Наши дети показывают неплохие результаты. Прошла государственная итоговая аттестация в 2022 году. Общее количество участников было в 11 классах – это 80 детей, 9 – 254 ребенка. Пункты проведения экзамена у нас были традиционные – это 2-я школа ЕГЭ и 13-я школа – это выпускники 9-х классов сдавали экзамены. Приятно то, что по некоторым предметам у нас результаты были выше, чем в прошлый год. Это русский язык, общество знания. Конечно, приятно то, что у нас есть 5 выпускников 11 классов, которые получили на экзаменах достаточно высокие баллы, более 90 баллов, 94-96 баллов. Ждем, что в ближайшее время у нас будут и 100-бальники, но и эти результаты были неплохие. Поэтому 11-ти классники у нас, закончившие школу, успешно, и 9 человек, 9 выпускников из школ получили аттестаты особого образца и золотую медаль за особые успехи в учении. Тем самым, конечно, они сейчас были представлены на доску почета нашего города. Среди 9-ти классников тоже неплохие результаты. 14 выпускников 9-х классов получили тоже аттестаты особого образца. В основном, конечно, дети… Мы отслеживаем результаты ЕГЭ и видим, что в основном дети выбирают такие экзамены, как общество знания. Среди 11-х классов и 9-х классов у нас 31% выпускников выбирают эти экзамены. И стали активнее участвовать в таких… в предмет, как информатика. Мы понимаем, что сейчас этими технологиями заинтересованы дети, и поэтому для них эти экзамены по выбору тоже являются более привлекательными. В 2023 год наш президент Владимир Владимирович Путин объявил год учителя и наставника. Конечно, это налагает на нас еще и ответственность для того, чтобы данная профессия была востребована. Мы ежегодно проводим мероприятия по привлечению молодых педагогов в наши образовательные учреждения. Наши педагоги, уже работающие в наших учреждениях, они показывают хорошие результаты. Хочется отметить, что участвуют наши педагоги в различных конкурсах, как регионального, так и федерального уровня. И в этом году у нас есть хорошие результаты. Традиционный конкурс «Учитель года» у нас проходил и в 2022 году. И победителем данного конкурса в номинации «Педагог-психолог» у нас вышла педагог-психолог детского сада номер 6 «Солнышко» Круглова Ольга Анатольевна. И стала обладателем регионального гранта в размере 50 тысяч рублей. Также в финал конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель» у нас вышла Березина Анна Викторовна. И кроме этого она была участником конкурсного отбора лучших учителей на присуждении премии за работу в образовательных организациях, качественную работу. И тем самым победила, стала победителем и была обладателем гранта в размере 200 тысяч рублей. Это федеральный грант. Мы, конечно, поздравляем наших педагогов и надеемся, что такие участники у нас будут и в этом учебном году. Ежегодно в наше учреждение приходят молодые педагоги. В этом году к нам пришли 4 молодых педагога, чему мы рады. И у нас идет поддержка из муниципального бюджета выплаты социального характера в размере 4 тысячи рублей ежемесячно на протяжении двух лет работы молодых специалистов. Кроме этого, мы еще ведем и методическую помощь для молодых педагогов на базе информационно-методического центра отдела образования и, конечно, в образовательных организациях. Но при этом, конечно, проблема нехватки педагогических кадров в наших образовательных организациях существует. У нас есть такие вакансии, как учитель русского языка, учитель математики, учитель английского языка, учитель физической культуры. На сегодняшний день, конечно, эти вакансии закрыты за счет увеличения нагрузки учителей, работающих в наших школах. Но мы ежегодно заключаем и целевые договора с нашими выпускниками. В этом году заключены пять целевых договоров выпускников с образовательными организациями. И буквально в этом году составлена комплексная программа региональная, о которой говорил и губернатор нашей Костромской области Ситников Сергей Константинович, о выплатах для студентов-целевиков именно на педагогическое направление, которое идёт. Мы надеемся, что эти выплаты помогут нашим выпускникам, уже будучи студентами, учиться на педагогических специальностях и вернуться в свои родные школы. Конечно, мы создаём социальную базу для того, чтобы выпускники выбирали педагогическое направление, педагогическое учебное заведение. Для этого в нашем городе уже не первый год открыты классы педагогической направленности. В этом году работают два класса таких. Это на базе школы номер два и на базе центра «Уникум». Сейчас идёт набор осуществляться в центре «Уникум» для таких детей. Поэтому такая возможность существует. Попробовать свои силы, попробовать себя в роли учителя. И думаю, что это даже очень неплохой вариант. Студентов мы принимаем в летний период и вообще в течение учебного года на практику в наше учреждение. Прикрепляются наставники к молодым педагогам и к студентам, приходящим в наше учреждение. Поэтому мы стараемся создать комфортные условия для того, чтобы молодые педагоги в наших учреждениях оставались. Количество обучающихся в школах у нас осталось на том же уровне, как это было прошлый год. В том же количестве. Порядка 2670 детей. Вот количество воспитанников детских садов у нас уменьшилось. У нас в одно время было порядка около 2000 детей. То в этом году у нас 1043 ребенка. Здесь, конечно, тенденция к уменьшению. Тем самым, конечно, придем к тому, что тенденция выпускников дошкольных учреждений будет меньше, чем это было в прошлые годы. Поэтому и количество первоклассников у нас тоже будет уменьшаться, что приведет и к уменьшению количества учащихся в школах города. Двухсменная школа у нас остается. Это вторая школа и тринадцатая. Но хочется отметить, что в этом году количество классов, которые идут во вторую смену, оно уменьшилось. И уменьшилось значительно. В основном это третья и четвертая классы во вторую смену обучаются. И, по-моему, шестой класс тринадцатой школы. Тем самым у нас появляется возможность создания условий для школы полного дня. Потому что сейчас федеральными государственными образовательными стандартами предусмотрена внеурочная деятельность в школах города, вообще в школах страны, где до десяти дополнительных часов дети могут обучаться еще и во второй половине дня. Как и в том числе и в дополнительное образование использовать. Все у нас школы города имеют лицензию на дополнительное образование. Разработаны программы. Поэтому, кроме учреждений дополнительного образования, еще и школы тоже имеют такую возможность. Хочу отметить, что сейчас мы настраиваем и дошкольные учреждения на получение лицензии на дополнительное образование. У нас уже часть дошкольных учреждений получили данную лицензию. У нас это шестой детский сад, пятый детский сад, третий детский сад. Поэтому для развития детей есть уникальная возможность использовать эти программы дополнительного образования бесплатные уже в самих учреждениях. Задача нашей системы образования – это не только обучение учащихся, но и воспитание в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном направлении. И приятно, что в этом году в Министерстве просвещения разработан ряд циклов внеурочных занятий «Разговоры о важном». Разговоры о важном будут проходить в каждом классе, каждой школе по понедельникам, первым урокам классными руководителями. Содержание данных уроков уже разработаны Министерством просвещения и согласно возрастных особенностей. Уроки интересные, уроки запоминающиеся, где детей не надо требовать каких-то особых знаний. Их просто будут посвящать в данном мероприятии, где будут рассказывать о знаменитостях, о датах, которые важны для нашей страны, исторические даты. И поэтому это только будет улучшать кругозор наших учащихся. Конечно, неотъемлемое счастье воспитательной работы является использование государственных символов Российской Федерации. По понедельникам, приходя в школу, ребята будут участвовать в поднятии флага и исполнении гимна Российской Федерации. Это тоже ребята организуют, и хотелось, чтобы это стало доброй, хорошей традицией в наших учреждениях. И всю важность этих мероприятий дети тоже чувствовали изнутри, проявляя любовь к Родине. В рамках воспитательной работы также с 1 сентября в наших школах введены еще и дополнительные ставки. Введены в штатное расписание, такие как советник директора по воспитательной работе. В каждой школе такой советник существует, есть. Они прошли курсовую подготовку на базе Академии Министерства просвещения. И уже составлен определенный план работы этих советников в школе. То есть, конечно, для нас это новое направление, новые должности. Но мы будем их реализовывать, работать для того, чтобы наши дети были воспитаны патриотами своей страны, своего города, своей родной школы.